Всем привет, меня зовут Катя, это канал Розетка Бытовая Техника и в этом ролике предлагаю поговорить о пятерке топовых погруженных блендеров стоимостью до тысячи гривен. Цена актуальна на момент съемки. У меня есть блендеры Philips, Tefal, Bosch, Scarlett, Holmer. Первый блендер Philips Daily Collection – всего одна кнопка для управления и, соответственно, всего одна скорость. Две кнопки для отсоединения насадок, 550 ватт мощности и зауженная форма рукоятки для удобства использования. Основная насадка, имею в виду ножку блендера, пластиковая и с одной стороны это неплохо, но с другой – металлическая ножка более долговечная. Лезвие же из нержавеющей стали, как и полагается. Их треугольная форма – это фирменная технология смешивания ProMix, которая позволяет добиться более однородной текстуры за максимально короткое время. Что касается комплектации, тут все вполне неплохо. Есть мини-измельчитель емкостью 300 мл на случай, если нужно измельчить мясо, зелень, орехи, шоколад или сделать суп-пюре за считанные секунды. Есть мерный стакан емкостью 500 мл. Блендер номер два – блендер компании Scarlett. Из всех блендеров, о которых мы будем говорить в этом ролике – этот самый мощный 1000 ватт и с самым большим количеством скоростей – 5. А еще и один из самых классных по комплектации – ножка для измельчения. И прошу заметить, она металлическая. Мини-измельчитель с чашей объемом пол-литра, мерный стакан объемом 600 мл и венчик для взбивания. Но важный момент – не взбивайте этим венчиком, да и любым другим венчиком от блендера теста. Такие манипуляции сделают венчик непригодным для использования. Венчик больше предназначен для белков, омлета и подобного. Из особенностей блендера – нож 4D-Mix. Простыми словами, четыре лезвия, режущие в разных направлениях. Профессиональный DC-мотор, турборежим и нескользащее приятное на ощупь покрытие Soft-Touch. Следующий блендер – блендер компании Bosch. Тут снова-таки вопрос к ножке – она пластиковая, но нет вопросов к ножу. Четыре острых лезвия и 400 Вт мощности идеально справятся со смешиванием и измельчением любых продуктов – для чеснока, орехов, сыра, пармезан, соусов и супов лучше всего использовать мини-измельчитель. Объем емкости небольшой – 350 мл, но и у других примерно то же самое. Что касается стакана для перерабатываемых продуктов. Его объем внушительнее – 700 мл. И стоит отметить, что специальная конструкция по гружной части сводит к минимуму вероятность забрызгать все вокруг. Плюс есть крышка для удобства хранения измельченных продуктов. Кнопка здесь только одна – кнопка управления. Четвертый блендер – блендер компании Holmer. И тут у нас прям изобилие всего. Во-первых, два режима с пятиступенчатым регулятором скорости. Во-вторых, 1000 Вт мощности. В-третьих, просто гигантская чаша для измельчения – литр 700 мл. В-четвертых, помимо металлической ножки и измельчителя, есть еще терка для дерунов. Измельчает она, конечно, не так хорошо, как могла бы, но всяко лучше, чем тереть руками. Также в комплектации есть мерный стакан емкостью в 600 мл, два диска для грубой и тонкой нарезки и венчик. Рукоятка достаточно хорошо сидит в руке, не скользит. И есть еще индикатор работы. И последний пятый блендер – блендер компании Tefal. По комплектации самый скромный блендер. Текстурированная рукоять с мотором, металлическая ножка с лезвиями-зилком и пластиковый стакан емкостью 800 мл. По мощности слабее всех в нашей пятерке – всего 350 Вт и скорость только одна, но этого более чем достаточно для того, чтобы и крем взбить, и суп, и белки, и многое другое. Для мяса, конечно, использовать не стоит, но все остальное почему бы и нет. Напишите в комментариях, какой блендер вам понравился больше всего и какой хотели бы купить. Ссылки на все блендеры оставляем внизу в описании этого ролика. Всем пока!